Бурмистер В верстах в пятнадцати от моего имения живет один мне знакомый человек. Молодой помещик, гвардейский офицер в отставке Аркадий Павлович Пеночкин. Дичи у него в поместье водится много. Дом построен по плану французского архитектора. Люди одеты по-английски. Обеды задает он отличные, принимает гостей ласково. А все-таки неохотно к нему едешь. Он человек рассудительный и положительный. Воспитание получил, как водится, отличное. Служил, в высшем обществе потерся, а теперь хозяйством занимается с большим успехом. Аркадий Павлович, говоря собственными его словами, строг, но справедлив. От благи подданных своих печется и наказывает их для их же блага. С ними надо бы общаться, как с детьми, говорит он в таком случае. Невежество, моншер. Ильфа прандерселян консидерасйон. Сам же в случае так называемой печальной необходимости резких и порывистых движений избегает и голоса возвышать не любит. Но более тычет рукою, прямо спокойно приговаривая. Ведь я тебя просил, любезный мой. Или что с тобой, друг мой, опомнись. Причем только слегка стискивает зубы и кривит рот. Рост он небольшого, сложен щеголевато, собой весьма не дурен, руки и ногти в большой опрятности содержит. С его румяных губ и щек так и пышет здоровьем. Смеется он звучно и беззаботно, приветливо щурит светлые карие глаза. Одевается он, отличный и со вкусом. Выписывает французские книги, рисунки и газеты. Но до чтения небольшой охотник. Вечного жида едва осилил. В карты играет мастерски. Вообще Аркадий Павлович считается одним из образованнейших дворян и завиднейших женихов нашей губернии. Дамы от него без ума и в особенности хвалят его манеры. Он удивительно хорошо себя держит. Осторожен, как кошка. И ни в какую историю замешан отроду не бывал. Хотя при случае дать себя знать и робкого человека озадачить и срезать любит. Дурным обществом решительно брезгает. Скомпрометироваться боится. Зато в веселый час объявляет себя поклонником Эпикура. Хотя вообще о философии отзывается дурно. Называя ее туманной пищей германских умов. А иногда просто чепухой. Музыку он тоже любит. За картами поет сквозь зубы, но с чувством. Из лючи и самнамбулы тоже иное помнит. Но что-то все высоко забирает. По зимам он ездит в Петербург. Дом у него в порядке необыкновенном. Даже кучера подчинились его влиянию. И каждый день не только вытирают хомуты и армяки чистят. Но и самим себе лицо моют. Дворовые люди Аркадия Павловича посматривают, правда, что-то из-под лобья. Но у нас на Руси угрюмого от заспанного не отличишь. Аркадий Павлович говорит голосом мягким и приятным. С расстановкой и как бы с удовольствием пропуская каждое слово сквозь свои прекрасные раздушенные усы. Также употребляет много французских выражений. Как то миссит империабль, забавно, мэкомаундунг, как же и прочее. Со всем тем я, по крайней мере, не слишком охотно его посещаю. И если бы не тетерева и не куропатки, вероятно, совершенно бы с ним раззнакомился. Странное какое-то беспокойство овладевает вами в его доме. Даже комфорт вас не радует. И всякий раз вечером, когда появится перед вами завитый коммердинер в голубой ливреи с гербовыми пуговицами и начнет подобострастно стягивать с вас сапоги, вы чувствуете, что если бы вместо его бледной и сухопарой фигуры внезапно предстали перед вами изумительно широкие скулы и невероятно тупой нос молодого дюжего парня, только что взятого барином от сахи, но уже успевшего в десяти местах распороть по швам недавно пожалованный нанковый кафтан, вы бы обрадовались несказанно и охотно бы подверглись опасности лишиться вместе с сапогом и собственной вашей ноги вплоть до самого вертлюга. Несмотря на мое нерасположение к Аркадию Павловичу, пришлось мне однажды провести у него ночь. На другой день я рано поутру велел заложить свою коляску, но он не хотел отпустить меня без завтрака на английский манер и повел к себе в кабинет. Вместе с чаем подали нам котлеты, яйца в смятку, масло, мед, сыр и прочее. Два коммердинера в чистых белых перчатках быстро и молча предупреждали наше малейшее желание. Мы сидели на персидском диване. На Аркадии Павловиче были широкие шелковые шаровары, черная бархатная куртка, красивый фес с синей кистью и китайские желтые туфли без задков. Он пил чай, смеялся, рассматривал свои ногти, курил, подкладывал себе подушки под бок и вообще чувствовал себя в отличном расположении духа. Позавтракавши плотно и с видимым удовольствием, Аркадий Павлович налил себе рюмку красного вина, поднес ее к губам и вдруг нахмурился. — Отчего вино не нагрето? — спросил он довольно резким голосом одного из коммердинеров. Коммердинер смешался, остановился, как вкопанный, и побледнел. — Ведь я от тебя спрашиваю, любезный мой, — спокойно продолжал Аркадий Павлович, не спуская с него глаз. Несчастный коммердинер помялся на месте, покрутил салфеткой и не сказал ни слова. Аркадий Павлович потупил голову и задумчиво посмотрел на него из-под лобья. — Пардон, Мошер, — промолвил он с приятной улыбкой, дружески коснувшись рукой до моего колена, и снова уставился на коммердинера. — Ну, ступай! — прибавил он после небольшого умолчания, поднял брови и позвонил. Вошел человек, толстый, смуглый, черноволосый, с низким лбом и совершенно заплывшими глазами. — Насчет Федора. — Распорядиться. — проговорил Аркадий Павлович в полголоса и с совершенным самообладанием. — Слушай, — отвечал толстый и вышел. — Вуаля, Моншер, леди за греймонду, ля компань. — Вот, дорогой мой, неприятности деревенской жизни, — весело заметил Аркадий Павлович. — Да куда же вы? Останьтесь, посидите еще немного. — Нет, — отвечал я, — мне пора. — Все на охоту. Ох уж эти мне охотники. — Да вы куда теперь едете? — За сорок верст отсюда. — В Рябово. — В Рябово. — Ах, боже мой, да в таком случае я с вами поеду. — Рябово всего в пяти верстах от моей Шипиловки. А я таки давно в Шипиловке не бывал, все время не улучить не мог. — Вот как, кстати, пришлось. Вы сегодня в Рябове поохотитесь, а вечером ко мне. — Все-все раз, Арман, это будет прелестно. — Мы вместе поужинаем, мы возьмем с собой у повара, вы у меня переночуете. — Прекрасно, прекрасно, — прибавил он, не дождавшись моего ответа. — Сет-а-ранж, все устроено. Коляску нам велите заложить, да поскорей. Вы в Шипиловке не бывали? Я бы посовестился предложить вам провести ночь в избе моего бурмистра, да вы, я знаю, неприхотливы, и в Рябове в Сенном бы сарай ночевали. Едем, едем. И Аркадий Павлович запел какой-то французский романс. — Ведь вы, может быть, не знаете, — продолжал он, покачиваясь на обеих ногах, — у меня там мужики на оброке. — Конституция, что будешь делать? Однако оброк мне платят исправно. Я бы их, признаться, давно на барщину ссадил, на земли мало. Я и так удивляюсь, как они концы с концами сводят. Впрочем, Сен-Афео — это их дело. Бурмистр у меня там молодец. — Ум, фортет, умная голова, государственный человек. Вы увидите, как право это хорошо пришлось. Делать было нечего. Вместо девяти часов утра мы выехали в два. Охотники поймут мое нетерпение. Аркадий Павлович любил, как он выражался при случае побаловать себя. И забрал с собою такую бездну белья, припасов, платья, духов, подушек и разных НСССР, что иному бережливому и владеющему собой немцу хватило бы всей этой благодати на год. При каждом спуске с горы Аркадий Павлович держал краткую, но сильную речь кучеру, из чего я мог заключить, что мой знакомец — порядочный трус. Впрочем, путешествие совершилось весьма благополучно. Только на одном недавно починенном мостике телега с поваром завалилась, и задним колесом ему придавило желудок. Аркадий Павлович при виде падения доморощенного карема испугался не на шутку и тотчас велел спросить, целы ли у него руки. Получив же ответ утвердительный, немедленно успокоился. Со всем тем ехали мы довольно долго. Я сидел в одной коляске с Аркадием Павловичем и под конец путешествия почувствовал тоску смертельную, тем более, что в течение нескольких часов мой знакомец совершенно выдохся и начал уже либеральничать. Наконец мы приехали, только не в Рябово, а прямо в Шипиловку. Как-то оно так вышло. В тот день я и без того уже поохотиться не мог, и потому, скрипя сердце, покорился своей участи. Повар приехал несколькими минутами ранее нас, и, по-видимому, уже успел распорядиться и предупредить, кого следовало, потому что при самом въезде в окольцу встретил нас староста, сын бурмистра, дюжий и рыжий мужик в косую сажень ростом, верхом и без шапки в новом армяке нараспашку. «А где же Сафрон?» — спросил его Аркадий Павлович. Староста сперва проворно соскочил с лошади, поклонился барину в пояс, промолвил «Здравствуйте, батюшка Аркадий Павлович». Потом приподнял голову, встряхнулся и доложил, что Сафрон отправился в Перов, но что за ним уже послали. «Ну, ступай за нами», — сказал Аркадий Павлович. Староста отвел из приличия лошадь в сторону, взвалился на нее и пустился рысцой за коляской, держа шапку в руке. Мы поехали по деревне. Несколько мужиков в пустых телегах попались нам навстречу. Они ехали с гумна и пели песни, подпрыгивая всем телом и болтая ногами на воздухе. Но при виде нашей коляски и старосты внезапно умолкли, сняли свои зимние шапки, дело было летом, и приподнялись, как бы ожидая приказаний. Аркадий Павлович милостиво им поклонился. Тревожное волнение, видимо, распространялось по селу. Бабы в клетчатых поневах швыряли щепками в недогадливых или слишком усердных собак. Хромой старик с бородой, начинавшийся под самыми глазами, оторвал недопоинную лошадь от колодезя, ударил ее неизвестно за что по боку, а там уже поклонился. Мальчишки в длинных рубашонках с воплем бежали в избы, ложились брюхом на высокий порог, свешивали головы, закидывали ноги кверху и таким образом весьма проворно перекатывались за дверь в темные сени, откуда уже и не показывались. Даже курицы стремились ускоренной рысью в подворотню. Один бойкий петух с черной грудью, похожий на атласный жилет, и красным хвостом, закрученным на самый гребень, остался было на дороге и уже совсем собрался кричать, да вдруг сконфузился и тоже побежал. Изба бурмистра стояла в стороне от других, посреди густого зеленого конопляника. Мы остановились перед воротами. Господин Пеночкин встал, живописно сбросил с себя плащ и вышел из коляски, приветливо озираясь кругом. Бурмистрова жена встретила нас с низкими поклонами и подошла к барской ручке. Аркадий Павлович дал ей нацеловаться в волю и взошел на крыльцо. В сенях в темном углу стояла старость, и тоже поклонилась, но к руке подойти не дерзнула. В так называемой холодной избе, из синей направо, уже возились две другие бабы. Они выносили оттуда всякую дрянь, пустые жбаны, одеревенелые тулупы, масляные горшки, люльку с кучей тряпок и пестрым ребенком, подметали банными вениками ссор. Аркадий Павлович выслал их вон и поместился на лавке под образами. Кучера начали вносить сундуки, ларцы и прочие удобства, всячески стараясь умерить стук своих тяжелых сапогов. Между тем, Аркадий Павлович расспрашивал старосту об урожае, посеве и других хозяйственных предметах. Староста отвечал удовлетворительно, но как-то вяло и неловко, словно замороженными пальцами и кафтан застегивал. Он стоял у дверей и то и дело сторонился и оглядывался, давая дорогу к проворному коммердинеру. Из-за его могущественных плеч удалось мне увидеть, как бурмистрова жена в синях в тихомолку колотила какую-то другую бабу. Вдруг застучала телега и остановилась перед крыльцом. Вошел бурмистр. Этот, по словам Аркадия Павловича, государственный человек был роста небольшого, плечист, сед и плотен, с красным носом, маленькими голубыми глазами и бородой в виде веера. Заметим, кстати, что с тех пор, как Русь стоит, не бывало еще на ней примера раздобревшего и разбогатевшего человека без окладистой бороды. Иной весь свой век носил бородку жидкую клином. Вдруг смотришь, обложился кругом, словно сиянием. Откуда волос берется? Бурмистр, должно быть, в перове подгулял. И лицо-то у него текло порядком, да и вином от него попахивало. — Ах вы, отцы наши! Милостивцы вы наши! заговорил он нараспев и с таким умилением на лице, что вот-вот, казалось, слезы брызнут. На силу-то изволили пожаловать. Ручку, батюшка, ручку! прибавил он уже, загодя протягивая губы. Аркадий Павлович удовлетворил его желание. — Ну что, брат Сафрон, каково у тебя дела идут? — спросил он ласковым голосом. — Ах вы, отцы наши! — воскликнул Сафрон. — Да как же им худо идти делам-то! Да ведь вы, наши отцы, вы, милостивцы, деревеньку нашу просветить изволили приездом-то своим, осчастливили погроб дней. Слава тебе, Господи, Аркадий Павлович! Слава тебе, Господи! Благополучно обстоит все милостью вашей! Тут Сафрон помолчал, поглядел на барина и, как бы снова увлеченный порывом чувства, при том же и хмель брал свое, в другой раз попросил руки и запел пуще прежнего. — Ах вы, отцы наши, милостивцы! И уж что, ей-богу, совсем дураком от радости стал! Ей-богу, смотрю да не верю! Ах вы, отцы наши! Аркадий Павлович глянул на меня, усмехнулся и спросил. — Неспаквис от ушел? Не правда ли это трогательно? — Да, батюшка, Аркадий Павлович, продолжал неугомонный бурмистр, как же вы это! Сокрушаете вы меня совсем, батюшка! Известить меня не изволили о вашем приезде-то! Где же вы ночь-то проведете? Ведь тут не чистота, ссор! — Ничего, Сафрон, ничего! — с улыбкой отвечал Аркадий Павлович. — Здесь хорошо. — Да ведь, отцы вы наши! Для кого хорошо? Для нашего брата, мужика, хорошо! А ведь вы, ах вы, отцы мои, милостивцы, ах вы, отцы мои! Простите меня, дурака, с ума спятил ей богу, а дурел вовсе! Между тем подали ужин. Аркадий Павлович начал кушать. Сына своего старик прогнал. Дескать, духа ты напущаешь. — Ну что, размежевался, старина? — спросил господин Пеночкин, который явно желал подделаться под мужицкую речь, и мне подмигивал. — Размежевались, батюшка, все твоею милостью. Третьего дня сказку подписали. Хлыновские-то сначала поломались, поломались, отец, точно! Требовали, требовали! И бог знает, чего требовали! Да ведь дурачье, батюшка, народ глупый! А мы, батюшка, милостью твоею благодарность заявили, и Миколая Миколаевича, посредственника, удовлетворили, все по твоему приказу действовали. Батюшка, как ты изволил приказать, так мы и действовали. И сведомо Егора Дмитриевича все действовали. Егор мне докладывал. Важно заметил Аркадий Павлович. Как же, батюшка, Егор Дмитриевич, как же! Ну, и стало быть, вы теперь довольны? Сафрон только того и ждал. Ах, вы, отцы наши, милостивцы наши! Запел он опять. Да помилуйте вы меня! Да ведь мы за вас, отцы наши, денно и нощно, Господу Богу, молимся! Земли, конечно, маловато! Пенчкин перебил его. Ну, хорошо, хорошо, Сафрон. Знаю, ты мне усердный слуга. А что, как у молот? Сафрон вздохнул. Ну, отцы вы наши, у молот-то не больно хорош. Ну, что, батюшка Аркадий Павлович, позвольте вам доложить, дельца какое вышло. Тут он приблизился, разводя руками к господину Пенчкину, нагнулся и прищурил один глаз. Мертвое тело на нашей земле оказалось. Как так? И сам ума не приложу, батюшка. Отцы вы наши. Видно, враг попутал. Да благо, подли чужой межи оказалось. А только что греха таить на нашей земле. Я его тотчас на чужой тклин и приказал стащить, пока можно было. Да караул приставил и своим заказал. Молчать говорю. А становому на всякий случай объяснил. Вот какие порядки, говорю. Да чайком его, да благодарность. Ведь что, батюшка, думаете? Ведь осталось у чужаков на шее. А ведь мертвое тело, что двести рублев, как калач. Господин Пенчкин много смеялся у ловки своего бурмистра и несколько раз сказал мне, указывая на него головой, Кель-Гаяр, а? Каков молодец, а? Между тем на дворе совсем стемнело. Аркадий Павлович велел со стола прибирать и сено принести. Коммердинер постлал нам простыни, разложил подушки. Мы легли. Сафрон ушел к себе, получив приказание на следующий день. Аркадий Павлович, засыпая, еще потолковал немного об отличных качествах русского мужика и тут же заметил меня, что со времени управления Сафрона за шипиловскими крестьянами не водится ни гроша, ни доимки. Сторож заколотил в доску. Ребенок, видно, еще не успевший проникнуться чувством должного самоотвержения, запищал где-то в избе. Мы заснули. На другой день утром мы встали довольно рано. Я было собрался ехать в Рябово, но Аркадий Павлович желал показать мне свое имение и упросил меня остаться. Я и сам был не прочь убедиться на деле в отличных качествах государственного человека Сафрона. Явился бурмистер. На нем был синий армяк, подпоясанный красным кушаком. Говорил он гораздо меньше вчерашнего, глядел зорко и пристально в глаза барину, отвечал складно и дельно. Мы вместе с ним отправились на гумно. Сафронов сын, трехоршинный староста, по всем признакам человек весьма глупый, также пошел за нами, да еще присоединился к нам земский Федосеич, отставной солдат с огромными усами и пристранным выражением лица. Точно он весьма давно тому назад чему-то необыкновенно удивился, да с тех пор уж и не пришел в себя. Мы осмотрели гумно, ригу, авины, сарай, ветряную мельницу, скотный двор, зеленя, коноплянники. Все было действительно в отличном порядке. Одни унылые лица мужиков приводили меня в некоторое недоумение. Кроме полезного, Сафрон заботился еще о приятном. Все канавы обсадили ракитником. Между скирдами на гумне дорожки провел и песочком посыпал. На ветряной мельнице устроил флюгер в виде медведя с разинутой пастью и красным языком. К кирпичному скотному двору прилепил нечто вроде греческого фронтона и под фронтоном белилами надписал «Построен в селе Шипиловке в 1840 году, точка сей скотный двор». Аркадий Павлович разнежился совершенно. Пустился излагать мне на французском языке выгоды оброчного состояния. Причем, однако, заметил, что барщина для помещиков выгоднее. Да мало ли чего нет. Начал давать бурмистру советы, как сажать картофель, как для скотины корм заготовлять и прочее. Сафрон выслушивал барскую речь со вниманием, иногда возражал, но уже не величал Аркадия Павловича ни отцом, ни милостивцем и все напирал на то, что земли, где у них маловато, прикупить бы не мешало. «Что ж, купите?» — говорил Аркадий Павлович. «Но мое имя я не прочь». На эти слова Сафрон не отвечал ничего, только бороду поглаживал. «Однако теперь бы и не мешало съездить в лес», — заметил господин Пеночкин. «Тотчас привели нам верховых лошадей. Мы поехали в лес или, как у нас говорится, в заказ. В этом заказе нашли мы глушь и дичь страшную, за что Аркадий Павлович похвалил Сафрона и потрепал его по плечу». Господин Пеночкин придерживался насчет лесоводства русских понятий и тут же рассказал мне призабавный по его словам случай, как один шутник-помещик вразумил своего лесника, выдрав у него около половины бороды, в доказательство того, что от подрубки лес гуще не вырастает. Впрочем, в других отношениях и Сафрон, и Аркадий Павлович оба не чуждались нововведений. По возвращении в деревню бурмистер повел нас посмотреть веялку, недавно выписанную им из Москвы. Веялка точно действовала хорошо, но если бы Сафрон знал, какая неприятность ожидала и его, и барина на этой последней прогулке, он, вероятно, остался бы с нами дома. Вот что случилось. Выходя из сарая, увидали мы следующее зрелище. В нескольких шагах от двери, подле грязной лужи, в которой беззаботно плескались три утки, стояло на коленках два мужика. Один старик лет шестидесяти, другой малый лет двадцати, оба в замошных заплатанных рубахах, на босу ногу и подпоясанные веревками. Земский Федосеевич усердно хлопотал около них и, вероятно, успел бы уговорить их удалиться, если бы мы замешкались в сарае, но, увидев нас, он вытянулся в струнку и замер на месте. Тут же стоял староста с разъянутым ртом и недоумевающими кулаками. Аркадий Павлович нахмурился, закусил губу и подошел к просителям. Оба молча поклонились ему в ноги. — Что вам надобно? — О чем вы просите? — спросил он строгим голосом и несколько в нос. Мужики взглянули друг на друга и словечко не промолвили, только прищурились, словно от солнца, да поскорее дышать стали. — Ну что же? — продолжал Аркадий Павлович и тотчас же обратился к Сафрону. — Из какой семьи? — Из Табалеевой семьи, — медленно отвечал бурмистр. — Ну что же вы? — заговорил опять господин Пеночкин. — Языков у вас нет, что ли? — Сказывай ты, чего тебе надобно, — прибавил он, качнув головой на старика. — Да не бойся, дурак! Старик вытянул свою темно-бурую, сморщенную шею, криво разинул посиневшие губы, сиплым голосом произнес. — Заступись, государь! И снова стукнул лбом в землю. Молодой мужик тоже поклонился. Аркадий Павлович с достоинством посмотрел на их затылки, закинул голову и расставил немного ноги. — Что такое? На кого ты жалуешься? — Помилуй, государь, дай вздохнуть. Замученный совсем! Старик говорил с трудом. — Кто тебя замучил? — Да Сафрон Яковлевич, батюшка! Аркадий Павлович помолчал. — Как тебя зовут? — Антипом, батюшка! — А это кто? — А сынок мой, батюшка! Аркадий Павлович помолчал опять и усами повел. — Ну, так чем же он тебя замучил? — заговорил он, глядя на старика сквозь усы. — Батюшка разорил в конец. Двух сыновей батюшка без очереди в некру ты отдал, а теперь и третьего отнимает. — Вчера батюшка последнюю коровушку со двора свел и хозяйку мою избил. Вон его милость! Он указал на старосту. — Кхм! — произнес Аркадий Павлович. — Не дай в конец разориться, кормилец! Господин Пеночкин нахмурился. — Что же это, однако, значит? — спросил он бурмистр в полголоса и с недовольным видом. — Пьяный человек! — соотвечал бурмистр, в первый раз употребляя слово «ер». — Неработящий! Из недоимки не выходит вот уж пятый год! — Сафрон Яковлевич за меня недоимку взнес, батюшка! — продолжал старик. — Вот пятый годочек пошел, как взнес. А как взнес, в кабалу меня и забрал батюшка. Да вот и... — А отчего недоимка за тобой завелась? — грозно спросил господин Пеночкин. Старик понурил голову. — Чай пьянствовать любишь? По кабакам шататься? Старик разинул был рот. — Знаю я вас! — с запальчивостью продолжал Аркадий Павлович. — Ваше дело пить да на печи лежать, а хороший мужик за вас отвечай. И грубиян тоже вернул бурмистр в господскую речь. Ну уж это, само собой, и разумеется. Это всегда так бывает. Это уж я не раз заметил. Целый год распутствует, грубит, а теперь в ногах валяется. Батюшка Аркадий Павлович с отчаянием заговорил старик. Помилуй, заступись! Какой я грубиян! Как перед Господом Богом говорю, не в моготу приходится. Не взлюбил меня Сафрон Яковлевич. За что не взлюбил Господь ему судья? Разоряет в конец батюшка. Последнего, вот сыночка, и того... На желтых и сморщенных глазах старика сверкнула слезинка. Помилуй, государь, заступись! Да и не нас одних начал было, молодой мужик. Аркадий Павлович вдруг вспыхнул. А тебя кто спрашивает, а? Тебя не спрашивают, так ты молчи! Это что такое? Молчать, говорят тебе, молчать! Ах, боже мой, да это просто бунт! Нет, брат, у меня бунтовать не советую. У меня... Аркадий Павлович шагнул вперед, да, вероятно, вспомнил о моем присутствии. Отвернулся и положил руки в карманы. Je vous demande bien, pardon, mon cher. Прошу извинить меня, дорогой мой. Сказал он с принужденной улыбкой, значительно понизив голос. C'est le maveco de la medaille. Это оборотная сторона медали. Ну, хорошо, хорошо, продолжал он, не глядя на мужиков. Я прикажу, хорошо. Ступайте. Мужики не поднимались. Ну, да ведь я сказал, вам хорошо. Ступайте же, я прикажу, говорят вам. Аркадий Павлович обернулся к ним спиной. Вечно неудовольствие, проговорил он сквозь зубы и пошел большими шагами домой. Сафрон отправился вслед за ним. Земский выпучил глаза, словно куда-то очень далеко прыгнуть собирался. Староста выпугнул уток из лужи. Просители постояли еще немного на месте, посмотрели друг на друга и поплелись, не оглядываясь, восвоясь. Часа два спустя я уже был в Рябове и вместе с анпадистом, знакомым мне мужиком, собирался на охоту. До самого моего отъезда Пеночкин дулся на Сафрона. Заговорил я с анпадистом о шепиловских крестьянах, о господине Пеночкине спросил его, не знает ли он тамошнего бурмистра. — Сафрон-то Яковлевича? О, на! А что он за человек? Собака, а не человек. Такой собаки до самого Курска не найдешь. А что? Да ведь шепиловка только что числится за тем, как бишь его, за Пенкиным-то? Ведь не он ей владеет, Сафрон владеет. Неужто? Как своим добром владеет? Крестьяне ему кругом должны. Работают на него словно батраки. Кого с обозом посылает, кого куда, и затормошил совсем. Земли у них, кажется, немного. Немного! Он у одних хлыновских восемьдесят десятин нанимает, да у наших сто двадцать вот те, и целых полтораста десятин. Да он ни одной землей промышляет, и лошадьми промышляет, и скотом, и дегтем, и маслом, и пенькой, и чем-чем. Умен, больно умен, и богат же бестия. Да вот чем плохо. Дерется. Зверь не человек. Сказано, собака, пес, как есть пес. Да что ж они на него не жалуются? Эх, кста! Барин-то что за нужда? Недоимок не бывает, так ему что? Да поди ты, прибавил он после небольшого молчания. Пожалуйся. Нет, он тебя... Да поди ты. Нет уж, он тебя... Вот как того! Я вспомнил про Антипа и рассказал ему, что видел. Ну, промолвил он подист, заест он его теперь. Заест человека совсем. Старост теперь его забьет. Экой бесталанной, подумаешь, бедняга. И за что терпит? На сходке с ним повздорил, с бурмистром. Не втерпешь знать пришлось. Велико дело. Вот он его, Антип-то, клевать и начал. Теперь доедет. Ведь он такой пес-собака, прости, Господи, мое прегрешение, знает, на кого налечь. Стариков-то, кто побогаче да посемейнее, не трогает. А тут вот и расходился. Ведь он Антиповых-то, сыновей, без очереди, вне круты отдал. Мошенник беспардонный, пес, прости, Господи, мое прегрешение. Мы отправились на охоту.